Друзья, всем привет! Я рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу вам рассказать о своем первом ультралайтовом комплекте, который у меня состоит из спиннинга от торговой марки Nord Stream. Модель Blaze, катушка Shimano Sahara C2000S с мелкой шпулькой и шнурок Sunline Ultimate Braidline 0.4 Libra 180 метров размотки. Итак, обо всем по порядку. Что касается спиннинга. Почему именно Blaze? Судя по обзорам на данный спиннинг, им можно прекрасно ловить на микроджиг, на небольшие, не сильно упористые воблеры, на колебалки, на вертушки. То есть весь тот диапазон приманок, который я использую, можно смело вешать на данный спиннинг. Что касается отработки, ступеньки, отстукивания джиголовочки о грунт, о песок, о рил, все в порядке. От двух граммов, судя по обзорам, все заверяют, что идеальная управляемость приманки. Опять же, судя по обзорам, могу сказать, что данный спиннинг позволяет забрасывать эти приманки с джиголовочкой грамм-полтора, но касание приманки дна уже не так сильно передается в руку и кончик удилища уже не так информативно это дело отрабатывает. Пообщавшись с одним рыболовом, он мне сказал, что ловил на данную модельку, именно в ростовке 2,21 метра, и ловил на кренке головля. Ну а колебалки, вертушки, соответственно, если уж воблерки можно, я думаю, что тут никаких вопросов. Вертушки, нулевки, единички, там я думаю прекрасно будут забрасываться данным спиннингом и прекрасно проводиться, они не должны проваливаться. Сейчас хочу остановиться на внешних характеристиках данного спиннинга. Он, конечно, очень красивый. Своим внешним видом он действительно привлекает внимание. Разнесенная рукояточка. Это логотипчик NoStream. Нижняя шайба. Логотипчик. Есть такие вставочки. Металлические с фиолетовым каким-то покрытием. High Module Carbon. Вот здесь вот непонятно, немножко потертый, но это не критично. Фуккипер складной, как на всех современных моделях. Здесь у нас информация о характеристиках данного удилища. Ну да, то, что карбон, это значит нужно быть поаккуратнее во время грозы. Это как бы нам показывает то, что у нас в руках хороший проводник электрического тока. Колечко первое, хорошая проклейка. Вставки SIG. Вот, в общем-то, так у нас выглядит комлевая часть спиннинга. Так, теперь перейдем к логотипу нашему. Здесь также колечки довольно неплохо проклеены. Вопросов к этому никаких быть не может. Самое маленькое колечко. Ну и тюльпанчик. Антизахлестный. А вот что касается хлыстик. Вот так он у нас гнется. Не знаю, видно, не видно. Вот это как бы максимум. Сильнее уже нагрузку на него не стоит давать рукой. То есть только вклеенная часть, вот отсюда начиная, она будет отрабатывать у нас при поклевках. Вот такой у нас строй спиннинга. Строй быстрый, но при этом отрабатывает только одна треть верхней части удилища. Плохо это или хорошо, посмотрим. Но опять же, судя по обзорам, окунек даже небольшого размера, граммов, там 50, клюет и по вершинке видно поклевки по сгибовыми на вершинке. В общем, рыбалка покажет, насколько спиннинг будет информативный по поклевкам. Пару слов хочу сказать про чехол, в котором приходит данный спиннинг. Вообще ничего сверхъестественного. Самый обыкновенный чехольчик на липучке. Это радует, хотя бы не на веревочках, которые нужно завязывать. Вот две секции. Раз, два. Ну и хорошо, что приходит именно с таким чехлом, потому что моделька бюджетная. И если чехол был получше, то и стоимость данного спиннинга бы уже возросла. Заказывал я этот спиннинг на сайте компании Nord Stream. Приходит он вот в таком тубусе. Все довольно надежно упаковано. Вот такая заглушка. Так, это все было упаковано. Ну, вполне нормально. Тубус получился такой довольно твердый. То есть, вот так, если пробовать сжать очень сильно, сдавить его не получается. Теперь давайте перейдем к катушке. Пообщавшись с человеком, который ловил на данный спиннинг, и, естественно, спросив у него о том, какая катушка у него установлена, он мне сказал, что Сахара идеально подходит к данному удилищу. Заказывал я ее на сайте digitaka.com. Во всех российских интернет-магазинах она стоила бы в разы дороже. В магазинах нашего города я ее, в принципе, не нашел, хотя моделька 2017 года, и, в принципе, она уже довольно распространенная. Много кто ее купил. Характеристики данной модельки – это передачное число 5 к 1. Нагрузка на фрикцион 3 кг. Вес катушки 220 граммов. 4 подшипника. И 66 см намотки лески при одном обороте ручки-катушки. Лесоемкость шпули позволяет разместить на ней 100 метров монолески разорванной нагрузкой 4 либра, 105 метров при диаметре лески 0,16 мм. И шнур, вот по классификации американской шнур Power Pro, разорванной нагрузкой 4 либра, помещается 105 ярдов. Это в районе 95 метров. Теперь давайте посмотрим на содержимое. Это, конечно же, большое количество инструкций. На русском языке, кстати, тоже есть описание данной модельки. Это сама катушечка. И регулировочные шайбы. Вот здесь 4 штучки. Но я пока их устанавливать не буду. Я хочу посмотреть, как производится намотка именно данной катушки, что называется, из коробки. Вот такая катушечка. Здесь вот такой бортик скошенный. Позволяет делать максимально дальний заброс. В данной модельке установлено 4 подшипника. Все они находятся в тех местах, где наибольшая необходимость в этих подшипниках. Но в то же время в кнопе нет подшипника. И в ролике леска-укладывателя нет подшипника. Я уже заказал на сайте Алиэкспресс 4 подшипничка. И в процессе эксплуатации данной катушки, если возникнет необходимость установки данных подшипников, я их поставлю. Но пока мне хочется попробовать в работе эту катушечку в том ее варианте, которым представляет завод-изготовитель. Что касается люфтов, в ручке, вот в этом соединении люфтов, можно сказать, что и нет. Какое-то есть небольшое движение. Может, я не сильно затянул. Кноп. Немножко от кноп двигается. Шпуля. Тоже минимальный люфтик есть. Вот если слышно даже. Ну, это не критично, я думаю. Обратного хода у катушки нет. Реверс не предусмотрен данной модели. И вообще, как-то Шамана уходит от использования такого флажка, включающего реверс. Но, опять же, ничего страшного. Настройка фрикциона очень плавная. То есть, с ним проблем не должно быть никаких. Здесь у нас информация о месте изготовления катушки. Вот такая катушка. Плавный очень ход. Прям слышно шуршит прям так. Мгновенный стопор. То есть, у меня пока к ней никаких замечаний нет. Я уже детально ее осмотрел. Никаких внешних дефектов на ней нет. Никаких царапин, сколов. Еще чего-то такого неприятного не обнаружено. Идеальная, мне кажется, катушка за свои деньги. Так, ну и теперь шнур. Sunline Ultimate Braitline. 0,4 Libra, 180 метров размотка. Это шнурочек разноцветный. Здесь чередуются 4 цвета. Там какой-то желтый, фиолетовый, красный и зеленый. Для чего, собственно говоря, это сделано. Вообще, данная леска предполагается для использования при ловле кальмаров. Там очень важно знать, на какую глубину ты забрасываешь. И вот как раз таки цветовая маркировка позволяет рыбаку визуально рассчитать, на какую глубину опускается приманка. Тут указаны расстояния, через которые происходит смена цвета. Для меня это не очень важно. Для меня важно, что этот шнур обладает повышенной прочностью и может использоваться без применения шок-лидера. Выбирал между моделькой Varivas. Или Varivas, не знаю как правильно. В итоге взял этот шнур, исходя из понимания того, что здесь 180 метров хватит на 2 сезона. А если еще шнур перевернуть, то и на 4 сезона. Но это покажет практика. В дальнейшем планирую снять обзор на то, как будет производиться укладка шнура на шпулю при намотке. Обязательно это вам покажу. Да и вообще в принципе у меня планируется большая серия из разных видео обзоров на приманки, которые я не так давно заказал. И вот уже жду со дня на день, должны они ко мне прийти. Различные застежки, коробки, сумки. В общем много чего. С начала спиннингового сезона я планирую половить на этот спиннинг окуня на микроджиг. Всем, кому интересно, я предлагаю подписываться на мой канал, ставить лайки под видео, оставлять комментарии, задавать вопросы, давать какие-то рекомендации по развитию данной темы. Если что-то интересует, пишите, что вам интересно. Попробую на эту тему также снять какой-то обзор. Подписывайтесь, будет интересно. Всем добра! Продолжение следует...